Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем немного новостей из Турции, а также разберем недавний животрепещущий вопрос, нужны ли туристам ПЦР-тесты, которые будут путешествовать внутри страны или не нужны. Ну а пока мы начинаем, с вас лайк, комментарий, любовь, поддержку нашего канала и не забывайте подписаться. У нас куча всего интересного про жизнь в Турции и про отдых. Еще немного новостей. И начнем с хороших новостей. Анталия вошла в десятку самых вакцинированных провинций в Турции. Ура! И согласно Министерству здравоохранения Турции было применено 91 миллионов доз вакцин. И первую дозу препарата уже получили практически 47 миллионов человек, что составляет 75% от общего населения страны свыше 18 лет. Через две дозы вакцинации прошли 36 миллионов жителей Турции, что составляет 57%. И уже более 8 миллионов жителей привились уже целых три раза. И следующая новость у нас про снег в Турции. Да, и такое тоже бывает в Турции. В Турции выпал первый снег на горе Агры, более известный как Большой Арарат, высотой аж 5137 метров, что является самой высокой точкой страны и поэтому еще иногда называют ее крышей Турции. И согласно местным поверьям, когда уже выпадает снег, жаркое лето начинает потихоньку уходить, уступая свои бразды правления золотой осени. И начиная уже с этой недели, жители восточной части страны начинают подготовку к земле, делая продовольственные запасы в сушеных фруктов, овощей, варенья и пекмеза. И следующая у нас новость. Путешествующий пес покорил сердца стамбульцев. Обычный уличный пес из Стамбула стал героем, или как любят говорить турки, феноменом. Новостных сайтов и социальных сетей. После того, как сразу несколько жителей мегаполиса сделали посты с бездомным животным. Как рассказывают очевидцы ситуации, 18 августа пес спокойно зашел в трамвай на остановке Табхане и улегся на полу, чем вызвал недовольство нескольких пассажиров. И пес сам спокойно через две остановки вышел на станции, медленно едя к паромной переправе. И каким же было удивление пассажирам, следивших за ним, что животное просто продолжило свой путь уже через Босфор. И судя по постам многих жителей Стамбула, пес хорошо ориентируется в сложных маршрутах, в отличие от туристов. Сразу видно, коренной житель мегаполиса. А теперь перейдем с вами к не очень приятным новостям. Как вы знаете, на днях 6 сентября в Турции планируется ввести новые ограничения в связи увеличения заболеваемости ковид. Но надо, кстати, сказать, что количество тестов за последние дни увеличилось, и, следовательно, заболевших тоже увеличилось количество. То есть все достаточно логично. Из 6 сентября начинают действовать ряд ограничительных мер, такие как Теперь для доступа в кино, театры и также на мероприятия различные необходимо будет предъявить ПЦР-тест, который сделан не позднее 48 часов. Либо человек должен быть переболевшим коронавирусом, либо иметь прививку. И также междугородние автобусы и авиасообщения внутри Турции также подвергнут этим правилам. И до этого стоял вопрос, коснется же это туристов или нет. Туроператоры бешено переживали, строили самые плохие вариации, что опять потерпят убытков, что это распространится на туристов. Можно выдыхать, туристов это не коснется. Что же касается иностранцев, которые живут в Турции по ВНЖ, то есть виду на жительство. К сожалению, иностранцев с ВНЖ приравняли к жителям Турции, и на них также распространяется весь свод этих правил. То есть для посещения кино, театра, мероприятий, всяких футбольных и других, также если вы хотите поехать в соседний город даже на автобусе, либо на самолете, необходимо будет предоставить ХС-код с отметкой либо ПЦР-теста последние 48 часов, либо то, что вы переболели, либо то, что у вас есть вакцина. То есть движение немножко затрудняется, и также новые ограничительные меры уже готовятся к рассмотрению. И, как сообщается, на данный момент обсуждаются следующие новые ограничительные меры. Расширение круга областей, в которых требуется ПЦР-тест для тех, кто не был вакцинирован, в том числе и включение торговых центров в этот список. А также для собраний внутренних помещений, библиотек, ресторанов и кафе, а также государственных учреждений применения разделения на привитых и непривитых. И также через некоторое время бесплатные ПЦР-тесты могут быть реализованы уже за плату. И вот такие не очень положительные новости уже появились. Нас это очень сильно задело, то, что торговые центры, как мы вам LCY-кики не покажем, да? Дорогие друзья, расскажите, как вы относитесь к вакцинации в вашем городе? Вот, допустим, в Турции, как вы могли видеть, достаточно доверяют. Уже 75% сделали первую прививку. Пишите ваше мнение, будет очень интересно послушать и почитать. И следующая достаточно интересная новость. Российская туристка, находясь на отдыхе на Кипре, умудрилась застрять в саркофаге. Зачем она туда полезла, сначала было непонятно, но когда ее вытащили оттуда, извлекли, она объяснила это тем, что хотела сделать интересное фото. Но, собственно, с ней даже вышло видео, не только фото. И тоже достаточно интересное. Смотрим. В общем, хотела сделать фото, а в итоге получилось видео и еще известность. Так что будьте аккуратнее в своих желаниях, а то можете получить гораздо больше, чем хотели. А теперь подведем итоги. Новости как хорошие, так и плохие. Надеемся, что в связи с ковид нас не закроют зимой. Также я все-таки надеюсь, что торговых центров эти ограничения не коснутся. Уж фиг с этими кафе-ресторанами. Пусть что хотят, то и делают. Но торговые центры это святое для нас. ЛС и Вайкики пока обзоры на вынос не делают, в отличие от кафе-ресторанов. Пишите также, какая ситуация в вашем городе. Также, как вы помните или не помните в предыдущем видео, здесь людей на прививке заманивают кебабами. Что, мне кажется, очень интересный ход. Вы нам написали в комментариях, что в каких-то городах тоже есть аналогичные акции. Так что рассказывайте, пишите. Все читаем, все видим. И на этом, дорогие друзья, у нас с вами все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если не понравилось, тоже ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас есть все о жизни в Турции, а также об отдыхе в Турции и, конечно же, о шопинге. Куда без него. И на этом у нас с вами пока-пока. Надеюсь, мы с вами не встретимся в новостях, где я буду говорить, что в торговый центр тоже не пускают. Не хочу этого. Все, пока-пока-пока. До новых встреч. Вот хорошо быть блогером. Ты отдыхаешь, у тебя снимают. Все думают, что я ее фоткаю, а я видео снимаю. Видите, как позирует здесь. Халтурщица.